Почти как на обычном школьном выпускном, торжественная обстановка, слова благодарности учителям. Правда, великовозрастные ученики лишь расписываются в ведомостях. Аттестаты о среднем образовании они получат на руки, когда освободятся. Один из выпускников, 29-летний Рамиль, рассказывает, что сейчас ему эти корочки и не нужны. В колонии он закончил 9 класс, теперь хочет продолжить образование, пойти в местное училище, чтобы стать токарем. Здесь учиться одно удовольствие, говорит осужденный. Преподаватели хорошие. Они мягче ко всему подходят, стараются объяснить. Не каждый же учился, он в школу пришел, стараются здесь объяснить лучше, чем на свободе. Гораздо лучше получается. Большинство учителей когда-то преподавали в обычных школах. После общения с некоторыми детьми признаются педагоги и уголовники не страшны. Впрочем, осужденных Ольга Ивановна учитель математики называет своими ребятишками. По большому счету разницы никакой нет. Та же самая программа, то же самое учат, то же самое пишут. Точно так же списывают, когда им хочется, подсказывают. Точно так же что-нибудь там. Ну, склепки, конечно, не подкладывают. Склепки не подкладывают на стулья. Но доску мажут мелом. Ну, не мелом, а мылом. Совершенно обычные люди, просто зрители. Ну, может быть, чуточку благодарнее, считают артисты, которые приехали поздравить выпускников осужденных. По глазам видно, что им нравится, и они тебя ждут, как народных артистов, что тебя никогда не ждали. Не хочется говорить, что на безрыбье и рак рыба, но вы сами понимаете, что люди мало, но мы знаем себе цену. Сегодня 9 и 11 классы официально закончили 44 осужденных. Всех, кто поступает в колонию в возрасте младше 30 лет и не имеет среднего образования, обязывают учиться. У таких школьников, конечно, большие пробелы в знаниях. Обычно 6-8 классов образования. Но они под умелым руководством на удивление легко восполняются. В конце обучения осужденные сдают экзамены вполне успешно. Аркадий Кемеев, Наталья Токмагашева, Георгий Головин. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова